Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, николай, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, николай, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 28 октября. Священномученик Неофит, епископ Урбинский, бывший персидский военачальник Амар, участвовал в походе султана Ахмета, вторшившегося в Грузию. Подъезжая к Шиомогвимской обители, передовым отрядом Амар по промыслу Божию увидел духовными очами сон ангелов над обителью и посреди них царство святого Шио. Пораженный красотой Шиомогвимского монастыря, Амар не тронул обители, а унес с собой желание стать самому ее иноком. Через некоторое время он действительно вернулся в Шиомогвимский монастырь, принял святое крещение, постригся с именем Неофит, что значит новообращенный. С это времени начал святой Неофит ревностную подвижническую жизнь и стяжал много божьих дарований. Он стал настоятелем обители, и слава его равноангельской жизни разнеслась по всей Грузии. Католикос Самуил IV 582-591 годы вызвал его из обители и возвел на урбнистскую кафедру. С этого времени начал святой Неофит ревностную подвижническую жизнь и стяжал много божьих дарований. Он стал настоятелем обители, и слава о его равноангельской жизни разнеслась по всей Грузии. Католикос Самуил IV 582-591 годы вызвал его из обители и возвел на урбнистскую кафедру. Язычники и огнепоклонники, чьи ложные учения святой Неофит ревностно искоренял, решили погубить его. Ворвавшись в епископский дом, где они застали преосвященного Неофита на молитве, язычники схватили его, выволокли вон и предали мучительной смерти через побиение камнями, подобно тому, как в свое время побили язычники камнями первомученика Стефана. Это произошло в 587 году. Спустя некоторое время тело святого было перенесено в Шиомгвинский монастырь и положено под престолом соборного храма. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.